Добрый вечер, дорогие зрители! Вы на канале Бажанита, это Омская область, с вами я и его ведущий Влад. Сейчас будет ролик обратно о байкерах. А каких о байкерах? О наших местных деревенских байкерах. Я еще весной видел, как парни ехали на каком-то странном мотоциклете. Ларгуслная машина такая своеобразная, длинная база, и низкая. И когда едешь по грунтовой дороге проселочной, приходится ехать медленно, потому что постоянно днищем задеваешь. Ну и едут там потихонечку, 30-40 километров. Смотрю, меня раз только там обогнали. Ну, елки-папа, как так обогнали? Так быстро, резво. Но я их пропустил, еду сзади. И вот сейчас посмотрите, на чем они меня обогнали. Там-то было место получше, поровнее. Я их обошел, посмотрел. И вот только сейчас, поздней осенью, я обратно увидел этих парней на этом байке. Там не байка, а трицикл. Посмотрел, как он сделан. И вот, слушай, ну так вот удивительно сделано хорошо. Ну молодцы. Дешево и сердито. Смотрите. Кому понравится этот ролик, подпишитесь. До свидания. О чем еду, никак не могу понять. В общем, называется этот агрегат трицикл. Передняя часть обыкновенная. Ураловская. А вот задний мост, москвичевский стоит. Рессоры, тоже москвичевские, да? Да, да. Так, колеса задние москвичевские. Значит, сделана, значит, модернизирована рама. Коробка. Коробка ураловская. Кардан тоже. А вот свежий лицарь он. Вот. Кардан же тоже подвешивали, да? А? Кардан. Вот эту же подвеску для кардана сделали, да? Ну эту плиту мы приварили, чтобы он... Ну, чтобы вибрации не было. Да, да, да. А вот самое оригинальное, что сделано. Наш советский ураловский двигатель, он расходует очень много топлива. А здесь двигатель, я вижу, что называется чемпион. А там сколько лошадей или ватность? Девять лошадей. Девять лошадей. Мы сначала ставили первый двигатель сюда шесть лошадей. Ну, он нас, короче, этим... Ну, он не тянул, тянул. Слабовато ему, да. А вот поставили девять, сейчас нормально. Сначала у нас, короче, вот этого вот не было. Просто маховик был, видать, диск из сцепления. И всё. А сейчас папка, короче, вытащил. Вот вот от ураловского обрезка. Так чётко всё взял. Всё. Не, ну вот вы же как-то же умудрились отцентровать. Ну, конечно. Сцентровались. Ну, так вот маховик центровались, чтобы он криво не ходил. Двигатель одноцилиндровый. Да, да, да. И расход какой получается тут топлива? Ой, я не знаю. Ну, мало есть. Ну, по сравнению с Уралом? О, конечно. Ничто. Я вот Николаев Козин, он даже на полторашка не шёл. Ну, в пятом как силы. Так, а вот ты, значит, он как, вот силовой же агрегат, не скоростной получается? Ну, он не силовой, скоростной. Скоростной? Мы хотим сюда редуктор придумать, чтобы он силовой был. Ну, нет. То есть, получается, ты 60 километров на нём разгоняешься? 70-80. 70? Ну, молодцы. А ты что, в первый раз включал? Нет. Ни разу? Ну, вот. Только на асфальте ездит, на четвёртую. Ну, в общем, четвёртую скорость не включают. Нет, третью. Интересный агрегат. Находите, конечно, замучились с центровать. Ну, конечно, это же всё опытным путём же делается. Вот сейчас продолжаю. Пришёл хозяин, и можно посмотреть. Переходник, вот как сделали, между коробкой и двигателем? Ну. Так, а, ну, проблема же была, отцентровать его. Почему проблема? Ну, это нужно, ты знаешь, это нужно уметь, иметь представление об этом, как это сделали. Просто бабка-махаид в раусский растащил больше, и всё. Ну, ну, ну. Там всё отцентровалось. А двигатель стоит, это, мы посмотрели. Талифановский двигатель. Но самое удивительное, что, ну, у родного, ураловского двигателя 28 лошадиных сил. А, вот, тем более. А здесь сколько? 8 лошадиных сил. А бежит лучше, чем... 9. Даже 9? Ну, ну, всё равно, ну, разница, ну, посчитай, в пять раз. И бежит хорошо. Покажи, как он заводится. Ну, молодцы, молодцы. Интересно сделали. Охлаждение воздушное, практически не греется, да? А, там стоит примудительное охлаждение. Ну, молодцы, что сказать? Кому интересен этот агрегат, задавайте вопросы. Я к парням приеду, спрошу у них, что и как сделается, как сделано. Ну, сделано очень оригинально. Мне понравилось. Я тоже об этом подумаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok